Я давно об этом подозревал, но только сегодня нашел внятные доказательства. Информация, которую вы услышите в этом видео, может шокировать. Но сначала я расскажу то, что известно публично, а потом покажу то, что в основном остается невидимым для многих. И это будет шоком. Биткоин сегодня снова падает и на дне достигал 55 тысяч долларов. Что произошло? Министерство юстиции США отправило повестку NVIDIA в связи с антимонопольным расследованием против этой компании. Регуляторы обеспокоены тем, что NVIDIA может усложнить переход клиентов к другим поставщикам чипов, особенно для искусственного интеллекта. А также официалы боятся, что компания начнет наказывать тех, кто не использует исключительно чипы от NVIDIA. Это привело сегодня к падению акций компании, которая потеряла почти 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. Это самое большое падение рыночной капитализации за один день в истории рынка. NVIDIA потеряла столько, сколько стоят остальные 474 компании из индекса S&P 500, в котором, как понятно, находятся 500 компаний. Это колоссальнейшее событие, которое потянуло за собой и остальные акции. В целом, американский рынок потерял 1 триллион долларов сегодня. Японский рынок также рухнул на открытии вслед за американцем. На этом фоне известный бык и оптимист Том Ли внезапно растерял свой оптимизм и буквально добил рынки своим переобуванием. Том Ли только что покончил с фондовым рынком. Такие заголовки пестрят на финансовом ютубе. Давайте послушаем его. Я думаю, рынок должен быть осторожен на протяжении следующих 8 недель. За последние 8 месяцев, 7 месяцев рынок рос. Так что это невероятно сильный рынок. Но у нас также будет снижение ставки в сентябре. И у нас будут выборы. Это заставит людей нервничать. Я думаю, что в следующие 8 недель у людей появится хороший шанс купить. Нужно быть осторожным и готовым купить эту просадку. Насколько может упасть рынок? 10%? Я думаю, от 7 до 10%. У нас уже было 2 7% коррекции в этом году. Так что ожидайте турбулентность. Но я думаю, что рынок еще не достигал пика в этом году. Но следующие 2 месяца будут жесткими. В принципе, я с ним согласен. В том плане, что жесткие просадки по биткоину я буду покупать. Кстати, 7-10% падения в следующие 8 недель. Это то, что он прогнозирует для фондового рынка. Для фондового рынка это очень серьезные коррекции. На крипторынке цифры, по идее, могут быть побольше. Исторически сентябрь является худшим месяцем для фондового рынка. Но зато посмотри, какой ноябрь. Один из лучших месяцев практически. Естественно, это не гарантия, что в будущем это будет повторяться. Но сезонность известна. И она сейчас отображена на этой диаграмме. Все это повлияло и на биткоин. Что самое интересное, даже инвесторы спотовых биткоин ETF дрогнули. Спотовые биткоин ETF пережили худший день с 1 мая и третий худший день за всю свою историю. 3 сентября отток составил 287 миллионов долларов. Самый большой произошел у Fidelity, затем Grayscale, Arkinvest и Bitwise. Но BlackRock при этом все еще держит. Здесь я хочу отметить, держит на публично известном адресе. Дальше я расскажу о том, что они могут делать на самом деле. И вот это будет шок. Ну а теперь я расскажу о том, на что предпочитал не обращать внимания. Что так упорно игнорировал. Хотя и понимал это. Но стадия моего принятия закончилась только сегодня. BlackRock и WallStreet манипулируют биткоином с тех пор, как были запущены спотовые биткоин ETF в начале этого года. Вот здесь. Именно с тех пор WallStreet имеет больше контроля над ценой биткоина. Об этом говорит и управляющий хедж-фондом Марк Юско. Он утверждает, что учреждения давят цену биткоина, продавая биткоин на фьючерсных рынках. Это их распространенная тактика, которую они используют для манипулирования ценами на фондовом рынке. Теперь они используют ее и на биткоине. И уже почти 200 дней держат его в этом диапазоне. Сколько позитивных новостей за это время мы видели? Множество. Но цена все равно продолжает стагнировать около 60 тысяч долларов в плюс-минус. Кстати, не забудьте поставить лайк. Это поможет продвижению видео. А я сразу же после этого расскажу, что происходит с BlackRock, их торговым программным обеспечением, с кем они сотрудничали на раннем этапе и как это связано с биткоином. Начнем с того, что сказал Юско. Торговля ETF сама по себе неплохая вещь. Я имею в виду, что спрос на них есть. Но проблема в том, что на цену биткоина также влияет и фьючерсный рынок. И это то, что мы можем видеть почти каждый день. Все эти большие падения на 1000 долларов, на 1500 долларов, как это происходит? Кто продает? Никто не продает. Никто, кто владеет биткоинами на холодном хранилище или на балансе, не продает. Никто. Никто, кто держит ETF, не продает. Это продажа этих фьючерсов. И это меняет цену. Потому что есть небольшая загвоздка в том, как работают ETF. ETF не торгуются весь день, верно? Они торгуются в очень маленьком окошке в конце дня. Так что это логично. Если у вас большой заказ, и вы знаете об этом, и вы это BlackRock, вы должны выполнить этот заказ биткоинами. Вы точно не хотите, чтобы цена была высокой. Вы хотите, чтобы цена была низкой. Так что на самом деле BlackRock может продавать с какого-то другого кошелька. Они могут пойти и продать биткоины на фьючерсном рынке, чтобы снизить цену и купить их дешевле. Это происходит на Уолл-стрит постоянно со всеми активами. И теперь мы видим это на биткоине. Он идеально объяснил то, что происходит на криптовалютных рынках с тех пор, как институты и хедж-фонды начали взаимодействовать с ETF. И поэтому они могут знать, что им нужно пойти и купить биткоины на 200 миллионов долларов в конце дня из-за притока заказов, которые они получили в течение дня. И эту информацию им дает спотовый биткоин ETF. Дальше в конце дня они могут попытаться значительно снизить цену до уровней, где находится основная масса ликвидности. До уровней, где они видят кучу стоп-лоссов. И тогда они могут купить дешевле. Если вы покупаете биткоин на 200 миллионов долларов, то снижение цены покупки на 1200 долларов с монеты уже экономят кучу денег и дают намного больше монет биткоина. И поэтому сейчас на крипторынке происходит такая огромная длительная манипуляция длиною в 200 дней. Но это не единственный инструмент манипуляций для BlackRock. BlackRock также создал программное обеспечение на основе ИИ для торговли под названием Аладдин. Он был создан еще в 1988 году, но с тех пор работа над ним идет постоянная и регулярная. BlackRock использует этот инструмент для всех своих сделок. Я уверен, что и для биткоина тоже. И у меня есть некоторые доказательства. Coinbase – это биржа, выбранная BlackRock в качестве кастодиана для спотовых биткоин-ETF. И она предоставляет доступ к криптоторговле клиентам Аладдин через Coinbase Prime. Они используют Аладдин для криптоторговли с 4 августа 2022 года. Уже более двух лет они обучали программное обеспечение и искусственный интеллект для того, чтобы понять биткоин и все, что с ним связано. И поэтому они определенно используют это программное обеспечение для институциональных покупок сегодня, чтобы понять, когда они хотят купить или продать биткоин, в зависимости от их притоков или оттоков средств из спотовых биткоин-ETF. Это просто гениально. ETF для этого – лучший инструмент. И поэтому я определенно думаю, что это используется для манипулирования ценой биткоина все это время. Учреждения и хедж-фонды, такие как BlackRock, намного умнее, чем мы думаем, не так ли? Да, мы все знаем, что цена биткоина в конечном итоге вырастет. Она должна быть выше спустя 5 или 10 лет. Об этом говорит обычная математика. У нас дефицитный ресурс – 21 миллион монет, который должен расти с повышением спроса. И мы видим, как его уже принимают целые страны для торговли или для накопления. Я говорю про Россию и Сальвадор. Возможно, к ним присоединятся и Соединенные Штаты. Многие альткоины тоже начинают получать полезность и варианты использования в реальном мире. Оглянитесь назад. В 2018-й уже тогда было множество крупных учреждений и компаний, которые занимались криптовалютами. Навряд ли они просто посидели в ней пару месяцев и ушли. Нет, они занимались разработкой. Они проводили тестирование. Они изучали, они пытались понять. И теперь мы начинаем видеть реализацию. Особенно в финансовой отрасли, которая за это время особо не изменилась. Она все еще медленная и дорогая. И именно поэтому это определенно то самое место, на которое может повлиять криптовалюта. И я думаю, что это будет первым этапом реализации. А затем мы начнем видеть реализацию криптовалюты в разных областях по всему миру. Знаете, на что смотрит BlackRock и Ларри Финк прямо сейчас? Сейчас манипулируя ценой биткоина. Не давая ей вырасти, чтобы купить больше. Вот на это. Доллар к биткоину. Золото к биткоину. Недвижимость к биткоину. Фондовый рынок к биткоину. Эпл к биткоину. Джейпи Морган к биткоину. Доу Джонс к биткоину. Насдак к биткоину. Тесла к биткоину. Все активы по отношению к биткоину стремятся к нулю. И напоследок есть кое-что еще, что я хотел бы упомянуть и что указывает на важность самостоятельного хранения криптовалюты. Это публичное объявление ФБР о том, что Северная Корея пытается взломать и украсть американскую криптовалюту. В том числе из спотовых биткоин ETF. Это еще одно напоминание, что хранить биткоин лучше не на бирже, а на холодном оффлайн кошельке. На этом все. Буду рад поддержке лайком и подпиской. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok